Итак, я в городке Слонин. Смотрим, что здесь есть интересного. С городом Слонин мне и повезло, и не повезло. Повезло в том смысле, что в череде маленьких белорусских городков он не прошел мимо меня, а не повезло с тем, что график движения не позволял мне задержаться здесь более чем на 4 часа. Поэтому знакомство оказалось столь кратким, что мне не удалось, конечно же, в полной мере ощутить дух города, посетить все интересные места в нем и более или менее подробно изучить исторически значимые объекты, которых в городе немало. С другой стороны, чувствуя, что не побыл я в городе столько, сколько мне хотелось бы, я надеюсь посетить его еще хотя бы раз в будущем. А пока краткий видеорассказ об этом замечательном городке. Название города произошло, конечно же, не от Слона, а, вероятно, от старославянского слова «Услон» – укрепление, барьер. Под именем «Услоним» упоминается он в епатьевской летописи за 1252 годом. Слономский вокзал тоже является памятником архитектуры. Находится под защитой государства. Вот такой он, в закатных лучах солнца. И это с ним примостилось еще весьма любопытная такая симпатичная водонаподная башня. Слоном городок, конечно, совершенно одноэтажный. Машин здесь очень мало. И иногда попадается вот такой для нас уже эзотический вид транспорта. Замечательный, в принципе, дороги. Это крутящая площадь. Сейчас Слоном насчитывает около 50 тысяч жителей и является городом, которому удалось сохранить свою историю. Прежде всего, в интересных исторических постройках, наиболее значимыми из которых являются здания культового назначения. Такие как, например, костел наисвятейшей Девы Марии, входящий в комплекс монастыря Бернандинов. Старинное здание. Это костел 18 века. В общем, величественный. Высокий. Как правило, скульптура деревянная. Пан, с вами. Почитайте, если вы в Евангелии, по поводу луки. В той час Иисус покинулся на Богу и пришел у дом Симона. Меж тыну мощная горячка окопила Симона к утешу и просила ее козырение. Ставши радею, Иисус изобранил горячца. Прошу радостью всех народов радостной на вино в обзбавлении. Цепи просим. Моримся за всех, как рыщих на своих христианским жизнь. И обеспечивающих обстоятельств радости и любовных в свете. Цепи просим. Моримся за людей, которые переживают житловые тяжкости. Вот такая прелесть. Ты что будь хорошая, ты голодный, ты голодный. В садах зреют урожай. Через город протекает весьма живописная речушка. Здесь на левом берегу, где центр, готовится к празднованию дожинок. Идёт ремонт серьёзный. Слоним городок маленький, но вот своя выставочная зала есть. Ну, ближе к центру мы радуемся, хорошо отремонтированы красивыми домами. Центральная площадь вооружена танком. Это здание бывшей синагоги. К сожалению, оно не отремонтировано, стоит за забором. Ну, наверное, отремонтирует, правильно. Это что-то типа базарной улицы. Такие вот узенькие улочки. Но ремонтные дома приведены в божеский вид. Красивое здание, в котором находится центр эпидемиологии и гигиены. Это удивительно, но здесь есть даже свой театр. Вот какая здесь замечательная доска, оказывается, есть. Здание весьма старинное, под современной штукатуркой. Вот такой он, где театр. Вот, условно. Праздник угород активно ремонтирует. Берут все дома вот такой вот неплохой. Еще весьма красивое здание, в котором часть фасада. Потому что штукатурка и часть оставили кирпичный. 1905 года здание. Весьма интересной конфигурации дом. Смертый. Гостиница. Ну и куда же без него. Такое оно это здание, если посмотреть с другой стороны. Трехдвухэтажное. Такой вот он, тихий провинциальный городок. С Лунием, в котором я очень быстро поснимал кое-что. Далеко не все. Но, дорога зовет. Нужно ехать дальше. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok